МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще в августе в ходе подготовки первого материала стало очевидно. География пострадавших выходит далеко за пределы Абакана. Доверились руководителю ООО «Престиж» медработники Саиногорска, Аскиза, Краснотуранска. Люди до последнего верили обещаниям и ждали аттестаты. Одними из последних на удочку попались сотрудники санатория «Туманный» из Сорска. 12 человек – врачи, медсестры – купились на обещание организовать приезд комиссии по аттестации. Я на срочном порядке весь май названивала. Срочно приезжайте, завтра они будут здесь, сдавайте деньги, вам будет аттестация, сдавайте работы. Три доктора сдали по 18, и нас остается 7 человек по 12. Ну что-то мы считали, стоить нас копейками. Я пришла, сидела, сказала, я не выйду, пока вы мне не отдадите мои деньги. Бесполезно. Героиням нашего первого материала, правда, не всем, повезло немного больше. Две медсестры, самые активные, те, кто первыми забили тревогу и обратились в полицию, неожиданно получили свои деньги. Мы ей написали расписку, что мы претензий не имеем, но хотя мы ей сразу сказали, что если вы нам по-хорошему деньги не вернете, вы будете платить судебные издержки и еще плюс моральный ущерб. Может быть, это на него повлияло. Тем не менее, пострадавших еще очень много. Деятельность ООО «Престиж» заинтересовала правоохранительные структуры. УБЭП провел проверку. Итог возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следователю известно о 10 эпизодах мошенничества, но предполагается, что их будет намного больше. Общий ущерб у физических и юридических лиц пока составляет 315 тысяч рублей. Женщине подозреваемой – это генеральный директор. Учреждение 1944 года рождения грозит до 6 лет лишения свободы. Мы не раз пытались дозвониться до руководства ООО «Престиж», чтобы услышать их взгляд на эту ситуацию. А возможно, даже получить ответ на вопрос, когда же их клиенты получат назад свои деньги. Но, вполне вероятно, на неизвестные номера они телефон не берут. И сегодня же стало известно по прежнему адресу по соседству с Абаканской прокуратурой. ООО «Престиж» больше не работает. Анна Ахпашева, Владислав Пустовойт, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Черногорские полицейские разыскивают мошенника, занимающегося так называемым «заломом денег». К полицейским обратилась сотрудница офиса одного из сотовых операторов. По ее словам, накануне в офис зашел молодой человек купить карту оплаты на 100 рублей. Он протянул сотруднице пятитысячную купюру, взял положенную сдачу и карточку. Потом мужчина неожиданно обнаружил у себя сотенную купюру и предложил вернуть его пять тысяч в обмен на полученную сдачу. Во время манипуляций молодой человек применил так называемый «залом денег». Незаметно убрал 4000 рублей, а продавцу отдал ее 900 рублей и свою сотню, после чего покинул офис. Заметив пропажу, сотрудница тут же обратилась с заявлением в полицию. Все манипуляции зафиксировали камеры наблюдения в магазине. Полиция просит откликнуться всех, кому что-либо известно об этом мужчине, или его местонахождение по телефону в Черногорске 62322 или 02. Анонимность гарантируется. Штаб по строительству важнейших объектов-миллиардников прошел сегодня. Министр регионального развития Хакасии оценил ход и качество строительных работ нового корпуса республиканской больницы и здания будущего национального музея. О результатах рассказывает Юлия Константинова. Трудно поверить, но на этом месте, где сейчас идут строительные работы, буквально через два с половиной года будет шикарный центральный вход одного из красивейших музеев страны. Объект уникальный. Единственный в России музейно-культурный комплекс, где разместятся не только экспозиции. На этом месте будут выставочные и концертные залы, фонды, мастерские, зимний сад, помещение для работы с детьми и парковая зона, согласно проектному решению, по мнению специалистов, эксклюзивному. А значит требующему особого подхода и контроля за ходом строительно-монтажных работ, которые сегодня ведутся строго по графику. В отличие от другого объекта-миллиардника, второго корпуса клинической больницы. Сейчас происходит монтаж фунтового ограждения, это 40 свай. Достаточно серьезный объем работ, который по плану должен быть выполнен до конца октября. Сегодня мы видим, что ребята явно не успевают, но где-то с недельной задержкой, может быть, не 10, эту работу они выполнят. Причина сбоя грунтовой воды в Котловане пришлось устанавливать специальное оборудование, бурить скважину. Сегодня началась откачка, чтобы к субботе можно было приступить к работам бетонным. Красноярские подрядчики заверяют, в течение сентября-октября отставание от графика удастся ликвидировать. Напомню, срок сдачи объекта в эксплуатацию 2015 год. К этому времени на месте Котлована должно стоять восьмиэтажное здание, стоимость которого больше миллиарда рублей. На сегодняшний день освоены первые 13 миллионов. До конца же года только на этом объекте планируется выполнить строительно-монтажные работы на сумму примерно в 200 тысяч рублей. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакаси. Рекламу БАДов отделили от лекарств. Поправки в федеральный закон вступят в силу уже через месяц. Их инициатор – антимонопольная служба. Биологически активные добавки впредь должны будут сопровождаться предупреждением, не является лекарственным средством. В печатных СМИ эта информация должна занимать не меньше, чем 10% от объема самой рекламы. На радио предупреждение озвучивают не менее трех секунд. Для телезрителей эта информация должна быть доступна не менее пяти секунд. Вместе с изменением увеличивается и наказание. За нарушение требований предусмотрены штрафы. Для физических лиц – от двух до двух с половиной тысяч рублей. Для должностных – от десяти до двадцати. И для юридических – до пятисот тысяч рублей. Причем к ответственности будут призывать не только рекламодателей, но и тех, кто распространяет незаконную информацию. Это, во-первых, связано с расширением рынка МАДов и участившимися случаями злоупотребления распространителей и введением в заблуждение населения относительно свойств данных средств. Так мы обычно, минуя врача, даже зачастую, идем в аптеку и покупаем биологически активные добавки, веря в их чудодейственные свойства, а не лекарства, которые прописывает нам врач. Кирилл Лавров был успешно прооперирован в подмосковном ожоговом центре. В июле мы рассказывали о том, что Кирилл два года назад сильно обгорел. Особенно пострадали лицо и руки. Необходима была очередная пластическая операция, но у родителей не было денег даже на дорогу. Собрать необходимые средства помогали СМИ республики. Люди откликнулись на боль родителей и 19 августа Кирилл с мамой вылетели в Москву. Операция длилась 4 часа. Мальчику частично восстановили кожу на лице и удачно прооперировали руки. Из-за ожоговых рубцов на кисти у Кирилла перестали сгибаться суставы, развилась контрактура. Сегодня эта проблема уже позади. Рубцы практически незаметны. У нас теперь, так сказать, пальчик отделен от пальчика. Раньше это было все вместе. Он не мог даже в кулачок сжать ручку. Сейчас намного лучше. Это все выглядит. Он даже сам рад. Говорит, мама, у меня теперь хорошие, настоящие пальчики. Я хотела еще поблагодарить всех, кто помог нам осуществить нашу мечту, съездить в эту клинику, добиться хоть и пока небольших, но эффективных результатов. Московские хирурги дают хорошие прогнозы. Обещают полностью восстановить Кирилла. Сейчас мальчик проходит курс реабилитации дома в Минусинске. Следующая операция в ожоговом центре намечена на апрель. Вот уже больше недели учебные заведения страны живут по новому закону об образовании. Как изменится жизнь учителей и учащихся? Разговор об этом пойдет в рубрике интервью. В гостях у моего коллеги, ведущего программы «Вести. События недели» Алексея Гончаренко, побывала начальник отдела развития образования Министерства образования и науки Хакасии Ольга Пономарева. Сегодня речь пойдет о финансовых нововведениях. А из новостей у меня к этому часу все. Отличного вам вечера и до встречи на канале Россия 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова